Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях зав. кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская. Будем говорить сегодня о штамме гриппа, который ожидать нам в этом сезоне, ну и о разных инфекционных заболеваниях, которые грозят украинцам. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Собственно, первый вопрос основной. Какой штамм гриппа нам ожидать в этом сезоне и как нам от него спасаться? Ну, хронически каждый год циркулируют несколько штаммов вируса гриппа. Два из них – это гриппа типа А и один типа В. Штаммы вируса типа А бывают двух видов, так называемых H3N2. И вот самое главное, то, что мы получили в 2009 году, это H1N1. Вот все эти страшные неприятности такие и напряженную обстановку тяжелой формы заболевания именно в связи с инфицированием возникают именно этим штаммом вируса гриппа. Особенность, может быть, этого года, по крайней мере, прогнозы. Вообще, честно говоря, давать прогнозы при гриппе – это самое неблагодарное занятие, потому что, несмотря на всемирную сеть мониторинга, вирус гриппа ведет так, как он сам к себе хочет вести. Никто не смог предугадать, какой будет пандемия 2009 года. А, наверное, вы еще помните, что творилось, какая была паника, и за короткий промежуток времени из аптеки исчезло абсолютно все. Начиная с антибиотиком и заканчивая бинтами, марлей, ватой – все на свете исчезло, потому что люди не знали, как себя защитить. Четких рекомендаций не было, и мы сами еще толком не понимали, что произошло. Ну, так вот, к сожалению, в 2015 году такая подобная ситуация, но более, она мягче протекала, но, тем не менее, тоже сопровождалась большим количеством смертей, и она повторилась. И, опять-таки, никто не смог спрогнозировать и сказать нам, что в этом сезоне будет доминировать H1N1. Вот клиницисты всегда боятся доминирования шлама H1N1, потому что, повторяю, гриппом можно заболеть, самое главное – от него выздороветь. Это тот самый штамм, который испанкой назывался тогда? Это разновидность того штамма, который, да, вызвал знаменитый вот этот испанский грипп, когда смертность была еще больше, и, слава Богу, он в чем-то похож на испанский грипп, но полностью его не повторяет, потому что, если бы это было, было бы все гораздо хуже. Вот, поэтому посмотрим, пока что прогнозы следующие. Центра нашего гриппа, Министерство здравоохранения, то, что, во-первых, нас ожидает по ряду причин увеличение количества больных гриппом, общее по сравнению с прошлым годом на 14%, и второе, то, что, возможно, будут больше болеть все-таки H3N2. Надеемся, что H1N1 не будет таким агрессивным, хотя в этом году он имеет несколько другую разновидность, не Калифорния, а Мичиган. Вот, понятно, что это один и тот же штамм, да, видоизмененный, но, например, меня это просто напрягает. Ну, а какой будет грипп, я повторяю, мы сможем только сказать, уже весной. Но, тем не менее, врачи рекомендуют прививаться от гриппа, озвучено, что штамм Мичиган, хотя бы, ну, приблизительно, да, будет. Когда, расскажите о правилах приливки, когда нужно прививаться, кому безопасно, пенсионеры, кто в группе риска, пенсионеры, беременные дети, вот эти позиции. Я начну с того, почему надо прививаться от гриппа, потому что вот это первый вопрос, учитывая еще наше настроение в обществе, связанное с вакцинацией и так далее. Дело все в том, что в отличие от штамма H3N2, который вызывает пик заболеваемости и пик смертности, это дети младшего возраста и пожилые люди. А штамм H1N1, к сожалению, пик смертности перепадает на как раз работоспособное население. В 2009 году это было 25-49 лет. В 2015 году это было чуть там 53-55 лет, но это тоже молодые все люди. Это особенность вообще, если что-то в мире новое инфекционное появляется, то смертность из обычных нам привычных группы риска, дети пожилые, перемещаются в работоспособное население. Это такие закономерности наших инфекционных болезней. Кроме того, этот штамм H1N1, в отличие от штамма H3N2, поражает практически исключительно группы риска. Какие это группы риска? Это пациенты просто с избыточной массой тела. Пациенты с так называемым синдромом инсулино-резистентности, о котором у нас процентов, наверное, 80 людей не знают, что у них это состояние присутствует. Пациенты с сахарным диабетом, больные с бронхиальной астмой, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, которые длительно получают ацетилсалициловую кислоту, аспирин, например, по кардиологическим различным проблемам. Понимаете, человек может оказаться в ситуации, когда доступ к медицинской помощи будет ограничен. Правда же? Может находиться в каком-то регионе Украины, где трудно вызвать врача, тем более попасть в стационар и так далее. Поэтому вот эти вот группы риска вообще должны очень серьезно подумать о вакцинации, тем более если работа сопряжена с частыми командировками, например. Ну вот поэтому, да, уже есть, конечно, ВОЗ сдала вот эти вот штаммы вакцинные, которые должны быть вакцин на сегодняшний день, зарегистрированных в Украине нет. Мы ожидаем, потому что идеально вакцинироваться за несколько месяцев до начала эпидемического подъема. Сейчас его нет. Нет его в Украине, нет его и в Европе. Пока что низкие уровни, но грипп может появиться в любой момент, повторяю, совершенно непредсказуемо. Вот в 2015 году у нас уже два смертельных случая были в ноябре, когда в одной семье мать и дочь погибли от гриппа H1N1. А пик заболеваемости на какой месяц примерно прогнозируется? Мы можем только уже когда начнется вот этот процесс заболеваемости, по динамике уже его тогда сказать. А сейчас мы абсолютно не знаем. Обычно это ноябрь-март. А вот где будет пик, этого никто пока что сказать не может. В прошлом году с вакцинами тоже была проблема. Она якобы была в минимальных количествах, но только в платных клиниках по завышенной цене. В этом году, я так понимаю, вакцины вообще еще на данном месте? Пока еще нет, к сожалению. И когда примерно ожидается, тоже не будет? Ну, я вот тоже хочу этот вопрос узнать, когда, не знаю, и это очень, ну не очень хорошо, скажем так. Потому что, да, Всемирная организация здравоохранения не запрещает вакцинацию в период уже роста заболеваемости. Но там уже, все равно это уже хуже. Эффективно снижается эта вакцинация? Не то, что даже эффективно снижается, но это все равно, это уже, ну это уже не тот эффект, уже самой вакцинации не тот эффект. Уже огромное количество людей будет болеть и так далее. Потом хочу что еще сказать, какую вещь связанную с вакцинацией. Надо понимать, что вакцина в принципе не предотвращает развитие заболевания. Потому что вот часто вот я заболел и точно вот прибился и гриппом заболел. Но вакцина предотвращает вот тяжелых форм заболеваний. А наша с вами задача, я повторяю, особенно когда речь идет о таком тяжелом гриппе, это заболеть может каждый, самое главное выжить. Выжить. Вот это самое главное. Поэтому все-таки, повторяю, особенно люди риска должны серьезно подумать о вакцинации. Если же по каким-то причинам человек не сделал вакцинацию, не захотел, не сумел, не было вакцины, еще там чего-то, да, то эти группы риска должны понимать, что если будет рост заболеваемости гриппом, это видно из средств сразу массовой даже информации, даже не из официальных источников, да, они должны понимать, что в первый же день лихорадки высокой, они должны обращаться к врачу. Это их задача, это ответственность самих пациентов, ответственность врачей, это правильно устанавливать диагноз и правильно вести больных. И, кстати сказать, это не так просто. Казалось бы, грипп, такое заболевание, вот известный исследователь этого заболевания, Эмиль Килборг, всю жизнь посвятил этому гриппу, он сказал прекрасную фразу, она мне очень нравится, что грипп самая изученная и наименее понятая из всех болезней. Очень сложно, и докторам сложно бывает, но с докторами мы работаем, мы их обучаем постоянно, как мы можем, где только можно, мы об этом говорить, на что обращать внимание, кому обращать внимание, какая должна быть тактика и так далее. И тем не менее, когда начинается вот такой опасный грипп, погибают люди, страдают доктора от того, что недостаточно, может быть, была настороженность или правильная тактика. Почему нужно вовремя обращаться людям и врачам очень внимательно, вот мы сейчас об этом будем говорить, относиться к этим пациентам? Потому что в отличие от всех других респираторных заболеваний, при гриппе мы имеем средства специфической терапии. Это всем известный Азельтамивир, еще более известен как Тамифлю, и Занамивир у нас в стране, других у нас нет, в мире есть, у нас нет. И вот эти препараты, несмотря на все волны дискредитации, включая международные и так далее, клиницисты мы это знали, и мы всегда за это боролись, потому что у нас даже были попытки исключить ингибиторы нейроминидаза, Азельтамивир из стандарта, потому что где-то кто-то в каком-то обзоре что-то там написал. И слава богу, уже в этом году поставлена точка, и эксперты написали в Озовске, что это эффективные препараты. Но когда они эффективны? Они эффективны только в первые 48 часов, еще лучше в первые сутки. И какая у нас проблема постоянная, связанная с этим гриппом? Что никто не обращается в первые сутки. Все занимаются самолечением. Начинают принимать те препараты, которые при гриппе H1 вообще противопоказаны. Например, тот же аспирин. Его просто нельзя принимать при этом гриппе. А потом, когда уже человек обращается, это третий, четвертый день болезни, А начало, когда, это в лучшем случае, когда в 2015-2016 году все это началось, если вы помните, это началось перед Новым годом, потом вот эти вот новогодние праздники, да, уже начали умирать люди. Так вот на тот момент, это начало января, середина января, среднее время поступления в стационар было 10 дней и больше. Но там мы уже ничего не можем сделать. Этот грипп вызывает необратимые процессы в легких за несколько дней буквально. И потом, когда уже поднялась беспрецедентная волна, в том числе и средств массовой информации, выступления, пресс-конференции, везде выступали доктора, да, обучали уже всех по средствам массовой информации. Тогда уже среднее, вот уже где-то к февралю, время поступления было где-то третий день, второй-третий день, это очень хорошо. Давайте проговорим, по каким симптомам можно отличить грипп от РВИ, и на что нужно следует обратить внимание, в каких случаях срочно идти к врачу. Да, вот грипп, как ни странно, казалось бы, да, респираторное заболевание. Сразу хочу сказать, что легкие и средне-тяжелые формы даже гриппа, но особенно легкие формы гриппа, его трудно отличить от других респираторных заболеваний. Но тяжелые формы, иногда и средне-тяжелые, достаточно имеют четкую клиническую картину. Какая это клиническая картина? Прежде всего, высокое повышение температуры тела до высоких цифр. Все-таки, в подавляющем большинстве случаев, за исключением лиц иммунодефицитных, например, повышение температуры тела при гриппе коррелируется с степенью тяжести в дальнейшем этого заболевания. Дальше, очень важный симптом, это боль и соднение за грудиной, особенно усиливающееся при кашле. Вообще, это очень характерный симптом, мы даже студентов учим об этом, что если царапает за грудиной, особенно сильно бывает при кашле, аж печет, вот это очень настораживает в плане именно гриппа, потому что пик поражения респираторной системы при гриппе падает на трахею именно. Дальше, это мы уже учим докторов, при гриппе имеются специфические изменения в ротоглотке, такая особая зернистость, симптом Морозкина так называемый, но это уже врач должен посмотреть и диагностировать, что действительно у человека грипп. Вот на основании этих симптомов уже нельзя исключить диагноз грипп. И я хочу подчеркнуть еще одну очень важную вещь. Грипп – это клинический диагноз. Никто не должен ждать никакого лабораторного подтверждения. Никакие экспресс-тесты, они только имеют ориентировочное значение, но они не должны влиять на постановку врачом диагноза. При гриппе H1N1 ВОЗ вообще не рекомендует пользоваться этими экспресс-тестами, и это очень правильно, чтобы не сбивать людей. Отрицательный тест, он имеет достаточно низкую чувствительность, значит нет гриппа, это неправильно. Поэтому грипп – клинический диагноз, поэтому должны его ставить клиницисты. Когда у человека уже начинается, к сожалению, кровохарканье, например, это, как правило, уже поздно. Поздновато, мягко говоря. И это уже плохо. Вот там, конечно, достаточно высокая смертность и так далее. Ну, вот такие вот... Еще такой немаловажный вопрос, что касается вакцинации. С какого возраста можно прививать детей, и насколько безопасно вакцинироваться беременным? Это тоже всегда интересует читать. Да, пожалуйста, абсолютно безопасно и беременным. Детям от 6 месяцев, но дети до 7-летнего возраста должны получить 2 дозы вакцины с интервалом в 2-4 недели, да. Взрослым достаточно одной дозы, детям только меньшую дозу вводят. Но для этих пациентов безопасно для этой категории абсолютно. И еще такой момент, если все же уже начинают болеть гриппом, ну, даже вирусными заболеваниями, средства защиты для людей, которые едят, работают в офисах, едят в общественном транспорте, помогает ли оксалиновая масса, их часто мы видим на улицах, люди в масках, которые совершенно неэффективны на свежем воздухе. Вот специалист, проговорите эти моменты. Да, при гриппе, да, есть специфическая профилактика, это вакцинация, а есть ряд неспецифической профилактики. Кстати, какая это? Нужно помнить о том, что грипп передается не только по воздуху, воздушно-капельным путем, а он остается на предметах обихода везде. Да, на мебели остается, на руках у нас остается. Поэтому нужно проводить влажные, чаще влажные уборки в помещении, всегда, когда идет рост заболеваемости. И когда человек болеет, для того, чтобы снизить концентрацию вокруг него вируса и тем самым предотвратить заражение тех людей, которые контактируют с этим человеком. Действительно, те люди, которые вынуждены работать в очагах, там, где много скопления людей, но им остается только вакцинация. Всем остальным надо избегать по возможности скоплений большого количества людей. Маски ношения, мы надеваем маски на самого пациента. Надевать маски здоровому человеку ходить по улице абсолютно нецелесообразно, ничего не предотвращает. И это чисто такой психологический момент. Но и маску нужно менять как часто? Не просто маску надо менять минимум раз в два часа, но она должна быть особой для того, чтобы не пропустить вирусные частицы. Она должна быть многослойной и так далее. Но это не та ситуация, но это всегда присутствует. Это было, когда была эпидемия испанки. Люди ходили, просто паника. В стране начинается паника. Защитная реакция. Вы знаете, да, вот я всегда вспоминаю, но это очень яркий такой пример, вот уровень доверия к нашим системам здравоохранения. Поэтому в нашей стране, если что-то случится, паника будет колоссальная. Так как она была в 2009 году, если кто-то помнит. Я привожу такой пример, очень интересный. Как раз когда вот это все случилось, 30 октября 2009 года, я уехала на конгресс в Америку. В Америке на тот момент было не просто самое большое количество заболевших, самое большое количество умерших было уже полторы тысячи человек. У нас только начиналось это все. И когда мы туда приехали, вы знаете, нам было тоже не по себе. Вот даже нам там. Потому что мы открываем утром почту, украинская делегация, и за неделю пребывания нас там, каждый день, первые пять дней, поступала информация, что в западных регионах Украины умер кто-то из медработников. Я хочу сказать, что в 2009 году достаточное количество медицинского персонала погибло, когда встретилось с вот этой непонятной историей. Эксперты ВОЗ приехали чуть позже и так далее. Поэтому я когда слышу какие-то против докторов негативные тенденции, я на это очень реагирую. Потому что доктора болеют, умирают, чаще, чем другие, инфицируются от пациентов, не только гриппом, а гемоконтактными инфекциями, и всем, и им никто не помогает. И денег у них нет ни на какое, ни на лечение, ни на что. В подавляющем большинстве случаев. Я вам хочу сказать, было жутко на. Но в Америке, несмотря на ту ситуацию, вообще тихо, спокойно я из Америки привозила маски, потому что тут их не было, нам сообщали, чтобы везти маски. Я уже не говорю о базильтамивиле, и все было в аптеках, совершенно свободно, спокойно можно было все это приобрести. Это о доверии людей к системам здравоохранения. У нас люди понимают, что если что-то случится, значит, спасение утопающих, дело групп самих утопающих, как правило. Поэтому вот так вот они не верят, информации нет. Нет, я, например, считаю, и это не только я считаю, это вообще мир очень поменялся сейчас, все стало более открыто, скрыть ничего нельзя. У нас в постсоветских времен всегда замалчивали про инфекционные болезни. Это было всегда. Потому что в мире есть такое понятие, что инфекционные болезни сопровождают, когда социальные какие-то потрясения, так как в Советском Союзе не могло быть никаких социальных потрясений, поэтому заодно и не было инфекционных болезней. Так, сейчас, конечно, это тоже там в регионах где-то осталось, там докторов наказывают за поставленный нетабельный диагноз, но уже в гораздо меньшей степени. И в 2005 году в связи с глобальными изменениями в инфекционной патологии Всемирная организация здравоохранения утвердила новые, так называемые, медико-санитарные правила. Они во многом новые, но что мне нравится в этих правилах, что ВОЗ теперь может брать информацию об инфекционных болезнях не только из официальных источников, министерства, там еще что-то, а и средств массовой информации. И если что-то где-то не совпадает, страна сразу как такой неблагоприятный партнер в этом плане. И мне очень понравилось, что в 2009 году как раз наши службы очень хорошо среагировали, был объявлен трехнедельный карантин, и была миссия Всемирной организации здравоохранения. Наоборот, мы попросили, ничего не скрывали, и они нам дали просто вот сейчас, я понимаю, бесценные на тот момент рекомендации, которые спасли не одну человеческую жизнь, потому что они уже знали, какая ситуация, как этих больных вести. И что самое главное, они приезжают в страну, вот чем мне нравится миссия ВОЗ. Они изучают ресурс страны. Они прекрасно понимают, что они приезжают в страну с ограниченным ресурсом. Поэтому они не выдумывают каких-то фантастических вещей, которых у нас нет. Как в 2009 году вдруг обязали всех наших главных врачей, что у всех должны быть пульсоксиметры, где они их возьмут. Скажите, пожалуйста, где хотите, там и берите. Ну как, это что же, например, неправильно, да? Так они понимали, что у нас этого ничего нет, и пришли, дали рекомендации, как нам быть, когда у нас ничего нет, понимаете? Есть и такие рекомендации, они очень хорошо спасают тоже человеческие жизни. Спасибо. Есть еще такой вопрос, не знаю, как у кого, но у нас в редакции скосил какой-то так называемый риновирус. Большой насморк, горло, температура. Правда ли, что с приходом сентября люди стали больше болеть, и спасают ли иммуностимуляторы от так называемых вирусных заболеваний? Ну, во-первых, риновирус – это такая, наверное, больше выдумка, потому что насморк, да? Очень классный. Вы сами говорите, что есть и фарингит и так далее. Дело все в том, что помимо действительно гриппа и ряда других респираторных вирусных заболеваний, и вирусов этих очень много – риновирусная, РФ-вирусная инфекция, аденовирусная инфекция, боковирусная, в общем, очень много – метапневмовирусная и так далее, да? Есть еще целый ряд бактериальных инфекционных заболеваний, которые тоже вызывают и фарингиты, и все остальное. Так называемые ОРЗ, да? Поэтому это диагнозы клинические. Во всем мире не требуют их подтверждения лабораторного, даже во всем мире есть такое понятие common cold, да, простуда, то, что у нас называется. Просто мы сейчас входим в нормальный сезон респираторных заболеваний. Будет одно, сменяться вторым, третьим и так далее. Летний период времени у нас ознаменовался серьезной такой распространением энтеровирусной инфекции, которая, кстати, тоже может вызывать и фарингиты, и все, что хотите. Там очень много различных клинических форм. А сейчас, возможно, уже начинают присоединяться вот это множество абсолютно респираторных заболеваний, которые мы клинически практически не дифференцируем. Почему я и говорю, что грипп и ОРВИ, грипп отдельно. При гриппе все-таки он имеет более четкую, яркую клиническую картину, с одной стороны. С другой стороны, это единственное заболевание, при котором мы имеем средства специфической терапии. Наш народ очень любит так называемые иммуностимуляторы, покупает их активно в аптеках и начинает сам себе назначать курс лечения. Насколько это безопасно и помогают ли они? Вы знаете, что я хочу сказать. Конечно, я категорически против применения вот этих иммуностимуляторов и модуляторов в качестве профилактики. Это вообще нонсенс. Потому что не можем мы с вами пить в течение всего сезона больше чем полгода средства, которые стимулируют наш иммунитет бесконечно. Но вообще это опасно для здоровья. Это какие-то... Вообще в иммунитет грубо влазить, я всегда против этого. Потому что мы еще и с иммунитетом толком не разобрались. Мы еще... У нас еще нет четкого представления о всех нюансах, звеньях и так далее. Это очень сложная саморегулирующая система. Лучше в нее не ввязываться. С другой стороны, есть препараты, которые обладают каким-то противовирусным действием и имеют достаточно неплохую доказательную базу, в том числе и сделанную не в наших странах. Поэтому я бы так огульно не говорила, что прямо так ничего абсолютно не помогает и так далее. Просто действительно нужно уметь назначать. Любой препарат должен иметь свои показания к назначению. Вот если у человека, например, температура тела 40, то здесь ему уже ничего особо назначать не надо из иммуномодулятора. Уже не может иммунитет стимулировать больше этого интерферона, чем он вырабатывает на такой температуре. Кстати, снижать температуру тела... Вот очень важный еще момент, да? Когда человек болеет, сейчас респираторным заболеванием, любым, снижать температуру тела до нормальных цифр категорически нельзя. Ее нельзя снижать, во-первых, если речь идет о гриппе аспирином. Это сразу человек попадает в группу риска тяжелого течения заболевания. Нужно температуру сбивать или ибупрофеном, или парацетамолом. И тоже без фанатизма. Я хочу предупредить, что вот этот парацетамол, он является очень гепатотоксичным препаратом. Любые дозы парацетамола вызывают повреждения клеток печени достаточно серьезные. Другое дело, что это быстро приходящие изменения морфологические, не имеющие клинического значения. Но у нас сейчас вот эти все вкусные растворы с запахом лимона, малины и так далее, и люди его пьют просто вместо чая. И у нас каждый раз, вот начинается сезон респираторный зимний, и у нас обязательно будут пациенты с тяжелой декомпенсацией печени, иногда фатальной для пациентов, смертельной, потому что они заболели, пили вот этот лошадиными дозами парацетамол, а у человека, например, был гепатит С, о котором он не знал, впервые он узнал тогда, когда уже декомпенсировался и попал вот сюда к нам на фронт, в гепатологический центр. В лучшем случае для человека это закончится просто желтухой, с холестазом, может, с хорошей такой длительной. А в худшем случае и смертельный может быть исход, поэтому это очень принципиально. И кроме того, когда мы с вами сбиваем температуру до нормальных цифр, мы убиваем борьбу нашего организма с возбудителем. Надо понимать, что если уже инфекционный процесс, можно постараться предотвратить, например, вакцинации. Почему? Вот какой смысл вакцинации? Смысл вакцинации вызвать малые формы болезни, но тоже болезни, да, желательно на субклиническом так называемом уровне, чтобы человек вообще даже ничего не чувствовал. Но пусть там небольшая будет температура максимум, да. Но это тоже инфекционный процесс, слабенький такой, да. Но если вот человек заболел уже по каким-то причинам, высокая температура тела, вот приходят, говорят, доктор, что сделать, чтобы я завтра был здоров? Нет, не может такого быть. Потому что если инфекционный, это же природа, если инфекционный процесс уже начался,